Добрый день, дорогие радиослушатели и телезрители. Сегодня мы в очередной раз встречаемся вместе с вами в рамках программы «Конституция. Мы». И у нас получается, что уже 57-я передача. Вы знаете, что мы приглашаем разного рода гостей, которые по своему профилю раскрывают реализацию тех или иных концонных положений. Для нас очень важно понимать, что 12 декабря мы будем отмечать День Конституции Российской Федерации. Ну и накануне этого важного события мы пригласили к нам в студию нашего дорогого гостя, председателя Якутской городской думы, члена Совета при президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления Альберта Никандровича Семенова. И тема сегодняшней передачи – это, конечно же, реализация концонных принципов в сфере местного самоуправления. Альберта Никандрович, добрый день. Рад вас видеть. Добрый день. Ну, я хочу сразу задать такой вопрос. Вы возглавляете Якутскую городскую думу. Я знаю, что вы уже третий раз избираетесь депутатом городской думы. В этот раз, начиная с 2018 года, во главе городской думы. Пожалуйста, расскажите, чем живет городская дума в сфере местного самоуправления? Какие происходят изменения? Ну, если говорить о Дне Конституции, как вы сказали, Александр Николаевич, то действительно мы ждем, когда мы будем 12 декабря отмечать День Конституции нашей страны. Вот у нас как раз в Конституции, в статье 12 записано, отражается, что у нас в стране гарантируется и признается местное самоуправление. Местное самоуправление у нас самостоятельно, ну, естественно, в рамках своих полномочий. Органы местного самоуправления у нас при этом не входят в систему государственной власти. Ну, и также в Конституции нашей республики говорится о том, что в статье 97 говорится о том, что у нас в республике также признается и отражается местное самоуправление. Оно самостоятельно ведет свою деятельность, исходя из интересов жителей территории, с учетом национально-этнических особенностей. Ну, вообще, если говорить о местном самоуправлении, то оно у нас произошло, можно сказать, с большой историей. Дело в том, что даже, наверное, с начала человечества люди объединялись в ячейки человеческого общества для того, чтобы решать свои вопросы, связанные с хозяйственными бытовыми нуждами, с продовольственными, с вопросами защиты. Ну, и, по сути, местное самоуправление, можно даже сказать, что старше всякого рода государственных образований. Вот. Главная цель, конечно же, местного самоуправления – это защита прав жителей территории, создание комфортных условий для проживания, решение вопросов местного значения. И с этой целью жители избирают своих представителей, будь то депутатов представительных органов, глав муниципальных образований. И, конечно же, у наших жителей есть также возможность высказать свое мнение на референдумах, на сходах путем, вот, как я сказал, выборов своих представителей и тем самым решать вопросы, которые относятся к местному самоуправлению. Если говорить про муниципальное управление, то тут, наверное, можно выделить четыре направления основных. Это у нас управление экономикой и финансами. Здесь необходимо, наверное, подчеркнуть, что местное самоуправление принимает свои бюджеты, строит планы, принимает стратегию социально-экономического развития. Также принимаются вопросы, связанные с градостроительством, с экологией. Это, прежде всего, вопросы, связанные с проектированием и планировкой территории, с генпланом, со строительством жилых домов, социальных объектов, в том числе по реализации национальных проектов. Вопросы, связанные с жизнеобеспечением, с коммунальными вопросами в жилищно-коммунальном системе. Это вопросы, прежде всего, конечно, связанные с теплогазо-электроводоснабжением. Вопросы, связанные с благоустройством, с той же комфортной средой, общественными пространствами. Ну и, конечно же, вопросы, связанные с системой социального комплекса, социальной направленности. Это, прежде всего, образование, культура, спорт. Допустим, в бюджете города Якутска у нас больше половины средств заложено под сферу образования. У нас, вы знаете, больше 100 дошкольных учреждений, и здесь, конечно, уделяется особое внимание этому. Если говорить об особенностях местного управления в нашей республике, то у нас в республике 445 муниципальных образований, 34 муниципальных района, 361 сельское поселение, 48 городских поселений, в том числе два городских округа. Это поселок, вернее, городской округ Жатай, городской округ города Якутск. Надо отметить, что место самоуправления у нас стабильно. Мы за все эти годы не потеряли ни одно муниципальное образование. Стабильность, надо сказать, что она... Стабильность в целом влияет на развитие, в том числе на реализацию национальных проектов. У нас, по сравнению с нашими соседями, если взять Дальневосточный федеральный округ, то очень хорошо развивается демографическая политика. Мы находимся на первом месте порождаемости. Это вселяет уверенность. Это говорит о том, что органы и власти, и государственные, и региональные, и муниципальные ведут правильную политику. — Альберт Николаевич, ну, действительно, вы можете этот перечень вопросов, которые реализуются на местном уровне в рамках реализации принципов местного самоуправления, это действительно широкий круг. Я бы хотел кратко сказать, что вы на переднем фланге. — Правильно. Вот расскажите, пожалуйста, про 4-ю суды в Городской думе. Какие фракции существуют? Как вы вообще выстраиваете свою работу? Какие принципы взаимодействия? — Ну, если говорить о нашем представительном органе, Якутской городской думе, то у нас, согласно уставу, установлено количество депутатов 30. Из них, значит, мы избираемся по смешанной системе, по принципу 50 на 50, да, 50% у нас избирается по мажоритарной системе, 50% по партийной системе. У нас в Якутской городской думе представлено 5 партий. Это, прежде всего, конечно же, Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия за правду, значит, ЛДПР и Гражданская платформа. Если говорить о гендерном составе, то у нас, как, ну, наверное, мы рекордсмены, наверное, в четвертом созыве, у нас 10 женщин, было 11, сейчас 10, ну, соответственно, 18 мужчин. И вот мне на память приходит, когда вот я избирался в конце 90-х, начале 2000-х, у нас была только одна женщина, это наш председатель Екатерина Семеновна Никитина. Далее, значит, это вот у нас, когда было городское собрание, потом мы переименовались уже после принятия закона о местном управлении в 2003 году, окружной совет, наш орган назывался окружной совет депутатов. Тогда тоже была у нас одна женщина, Томар Семеновна Таюзская, директор 33-й школы. Сейчас у нас целых 10 женщин, это не может не радовать. Конечно же, это очень хорошо при принятии решений, когда вот у нас все это сбалансировано. Ну и здесь, конечно же, требуется искусство спикера, поскольку вы человек очень такой, будем говорить, демократичный, в то же время строгий. И я думаю, что депутатские фракции, конечно же, свою работу выполняют в рамках своих планов, но во время проведения сессии вы уже, так сказать, руководите этим процессом. Для меня это близко, потому что я с теплотой вспоминаю, как в 95-м году был избран депутатом городского собрания города Якутска. Екатерина Семеновна работала вместе со мной, я председателем, она заместителем председателя. Ну и всего у нас было 15 депутатов, а сейчас вас двое больше. Ну и представлено с пяти партий, это действительно вызывает уважение. Ну и я думаю, в следующем году у нас идут новые выборы, там и другие партии постараются, так сказать, войти в состав Городской думы, в том числе, наверное, и партия, и новые люди, да, заявляются вот сейчас, проводят разного рода активную работу. Вот здесь я хотел бы спросить следующий. Вы достаточно долго состоите в Совете Президента Российской Федерации по развитию местного самоуправления, ну и совсем недавно вас переизбрали, внесли в этот состав. Вообще, как выстраивается эта работа? Как вы оцениваете развитие межмуниципального сотрудничества как в республике, так и в целом по стране? Ну, конечно же, включение меня в Совет Президента по развитию местного самоуправления Российской Федерации. Это, конечно же, для меня очень большая честь. Мы, город Якутск, представлены, можно сказать, на самом высоком уровне. Вот если говорить о межмуниципальном сотрудничестве, то мы сотрудничаем практически со всеми общественными организациями. Ну, в первую очередь, конечно же, это Всероссийская Ассоциация развития местного самоуправления, Координационный Совет представительных органов России, Всероссийский Совет местного самоуправления. Значит, у нас есть также Международная Ассоция городов и столиц, Союз Заполярных городов и Северных городов России. И также у нас есть, значит, много других общественных организаций, которые занимаются местным самоуправлением. И все вот эти организации у нас объединены в одну организацию, в АРМСУ. Ну, как я сказал, это Всероссийская Ассоциация развития местного самоуправления. И, естественно, все эти организации хотят сплотить вокруг себя экспертов, людей неравнодушных к развитию местного самоуправления. И, соответственно, эти организации ставят перед собой цель улучшить и законодательную базу, и скоординировать все предложения, замечания в свете последней муниципальной реформы, которая сейчас у нас происходит. Ну, по сути, грядут большие изменения. И, конечно же, муниципальные сообщества, они ставят перед собой цель улучшить в целом жизни наших граждан. Ну, хорошо. Это здорово. Мы немного прервемся на рекламу. Я вот это почувствовал, когда 20-летие городской думы было. Вас поздравляли очень много регионов. Поэтому вы активный человек. Спасибо вам за то, что вы сотрудничаете на таком большом уровне. Еще раз добрый день, дорогие радиослушатели, дорогие телезрители. Мы продолжаем нашу передачу. Мы сегодня ведем разговор о реализации принципов местного самоуправления. У меня в гостях Альберт Никандрович Семенов, председатель Якутской городской думы, он же член Совета предпрезидента Российской Федерации по развитию местного самоуправления. Альберт Никандрович, ну вот в 2020 году у нас произошли такие серьезные изменения, в том числе по Конституции Российской Федерации. И в связи с этими изменениями вносятся изменения как в федеральное законодательство, так и в региональное законодательство. Ну и вы член Совета предпрезиденте. Пожалуйста, вот ваши мысли про эти реформы. Что нас ждет? Ну, действительно, у нас в данное время в стране происходит масштабное реформирование местного самоуправления. Вы знаете, что проект закона об общих принципах организации местного самоуправления в системе публичной власти, он принят уже в первом чтении. Мы сейчас ожидаем принятия его во втором, третьем чтении. Внесено более полутора тысяч поправок в этой связи. Хотя это, с одной стороны, тоже немного. Если немножко откатиться назад, вспомнить, как принимался 131 закон об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, то там вообще было 6,5 тысяч поправок. Но, тем не менее, работа продолжается в этом направлении. Я думаю, что с учетом вот этих предложений, поправок, замечаний, у нас закон, он подкорректируется, ну и, соответственно, будет действительно служить народу нашей страны. Почему? Потому что, вот как президент говорит, местное самоуправление – это самая близкая власть к людям, поэтому оно, условно говоря, должно работать как часы. В этом случае, конечно же, все механизмы будут задействованы. Ну и, конечно же, мы сами ожидаем от вступления в силу закона очень такие кардинальные изменения для улучшения работы всей системы местного самоуправления. Ну, по сути, это будет наша настольная книга, по которой мы будем жить и трудиться. Ну, я знаю, что Якутская городская дума – один из активных инициаторов правозаконодательной инициативы, и вот реализуя это, вы проводите очень большую работу по подготовке различных проектов республиканских законов. Расскажите немного о взаимодействии с собраниями УТУМЭН. Ну, взаимодействие у нас поставлено, можно сказать, очень так, на хорошем уровне. Вы знаете, мы создали в свое время, в 2019 году, ассоциацию столицы, междепутатскую ассоциацию столицы, куда вошли депутаты, избранные от города Якутска, от государства собрания УТУМЭН, также вошли туда депутаты с городской думы. Мы вместе собираемся, проведено уже больше 15 различных заседаний нашей междепутатской ассоциации столицы. Мы обсуждаем вопросы, начиная от бюджета города, заканчивая вопросами по отлову животных. Широкий спектр вопросов, которые волнуют, прежде всего, наших горожан, наших избирателей. И вот с помощью ассоциации столицы, конечно же, мы решаем большие вопросы уже на уровне республики. Для примера могу сказать, что у нас была инициатива, и был принят новый закон о статусе столицы. И вот, ну, можно сказать, вот наша вот совместная работа, она приносит определенные плоды в решении проблемных вопросов, стоящих перед нашим городом. Да, это очень здорово, когда многие вещи вот законодательно закреплены. Ну, конечно, вот ситуация разная бывает. Два года мы мучились в условиях пандемии, вот городской думой тоже проводилась большая работа, в том числе вы собирались и дистанционно, и онлайн, и оффлайн, как говорится, да, все перепробовали, стали технологически более грамотные. С другой стороны, конечно, вот мы переживаем непростые времена в истории нашей страны, и я бы хотел спросить вот ваше мнение по данному поводу, какие вот меры вами предпринимаются в этом направлении? Ну, конечно, вся страна у нас переживает. Мы все хотим, чтобы эта история у нас закончилась победой нашей страны. Ну, мы все понимаем, что это вынужденная специальная военная операция, и, конечно же, мы отдаем себе отчет, что если бы не было бы этой специальной военной операции, конечно же, ну, по сути, страны так называемого коллективного Запада, они уже подошли к границам нашей страны. Вы знаете, что на территории Украины, по сути, братской страны, разрабатывалось биологическое оружие в биолабораториях, 8 лет не соблюдались минские договоренности, люди на Донбассе жили под постоянными обстрелами, погибали дети, мирное население. И, значит, в конце концов, президент Украины, киевский режим заявил о том, что он будет выходить с соглашения о сдерживании ядерного оружия, стал уже угрожать уже появлением ядерного оружия у них в стране. Ну и, конечно же, нельзя было на это смотреть сквозь пальцы. Ну и, собственно говоря, поэтому и Советом Безопасности нашей страны было принято решение о проведении специальной военной операции. Это все делается для мира, для того, чтобы сохранить граждан России. Вы знаете, что на Донбассе очень много было граждан России, им выдавались паспорта, значит, граждан России. И, к сожалению, вот Братская Республика стала, скажем, промыли мозги нашим братьям, да, и, по сути, они встали на вражескую сторону и ввели враждебную политику в отношении нашей страны. Поэтому пришлось принимать такие кардинальные меры для того, чтобы, значит, обезопасить нашу страну, чтобы воцарился мир. Ну, я думаю, что в скором времени, в том числе общими усилиями, удастся, значит, завершить эту специальную военную операцию. И очень хочется, чтобы все наши мобилизованные вернулись с победой, с живыми здоровыми, с своими семьями. Ну вот 25 ноября президент страны, наш общенациональный лидер Владимир Владимирович Путин проводил встречу с матерями накануне Дня матери. И Марина Бахилина, вот, по-моему, представляет поселок Маган городского. Жительница поселка Маган. Принимала участие в этой встрече. У нее два сына служат сейчас и принимают участие в рамках специальной военной операции. И вот я слышал слова нашего президента о том, что в республике Саха-Якутия проводится многоплановая работа по поддержке семей мобилизованных. И с этой точки зрения президент очень тепло отозвался об Айсен Сергеевич. И вообще сказал, что это руководитель очень настырный, целеустремленный. Ну и я хотел бы спросить вас у вас, вот, по городу Якутску, значит, организация всей этой работы так проходит? Ну, мы, конечно же, как столица республики, как часть нашей республики тоже активно подключились к этим вопросам. Оказываем всяческую поддержку семей мобилизованных, в том числе добровольцам. И на уровне нашей Якутской городской думы были приняты ряд решений, в том числе по бесплатному питанию для детей, семей, военнослужащих. Мы выделяем из бюджета также материальную помощь для мобилизованных. Оказывается также поддержка продуктовыми наборами с вопросами, ну, с различными вопросами, начиная там с устройства детей в детские сады, в школы, включая там вопросы оказания помощи в виде транспорта там и так далее. Поэтому работа поставлена, мы организовали центр по поддержке мобилизованных, депутаты также там принимают участие, принимают заявления от семей военнослужащих, где, ну, оказывается всякая поддержка. — Я видел вас, что вы там выезжали, встречались с нашими ребятами, общались с ними. Как в целом? — Ну, эта история началась в конце сентября, в начале октября, когда мы получили информацию о том, что наши добровольцы ведут ожесточённые бои в районе города Пески, там два города Пески, это на севере ЛНР, почти на границе с Харьковской областью, ну, можно сказать, на границе и на территории Харьковской области, и получили информацию о том, что под обстрелами у них сгорели вещи, были подбиты автомашины также. Ну и, конечно же, нами было принято решение оперативно оказать помощь. Мы собрали денежные средства, объявили сбор среди депутатов городской думы, среди работников аппарата, также подключили работников контрольной счётной палаты города Якутска, подключили ассоциацию представительных органов местного управления нашей республики и общими усилиями собрали средства для покупки автомашины, тёплых вещей, амуниции, товаров первой необходимости, в том числе привлекли спонсорские средства в размере 1 миллиона рублей для покупки квадрокоптеров. Ну, квадрокоптеры, они крайне необходимы для того, чтобы вести разведку, чтобы там охранять свои позиции, смотреть за противоположной стороной, как говорится, что творится за ленточкой, где скопление войск, где там что происходит, ну, это для корректировки огня, поэтому, конечно же, депутаты Якутско-Городской думы не остались в стороне, всячески поддерживают и продолжают поддерживать. У нас также, значит, помогают депутаты, подключают свои предприятия, учреждения, и, конечно же, я думаю, что общими усилиями мы должны организовать вот эту помощь, на высоком уровне для того, чтобы наши ребята, мобилизованные добровольцы, не нуждались в каких-то там бытовых, хозяйственных вопросах, а лишали поставленные президентом, главнокомандующим задачи по демилитаризации Украины. Ну, я знаю, что сами депутаты тоже в своих округах ведут такую активную работу, встречаются с населением, ведут прием граждан, отвечают на их вопросы. Это вот очень важная связь между обществом и местной властью, я думаю, что это очень важно. Ну, а мы сейчас тоже прервемся на некоторое время, и потом продолжим наши интересные разговоры. Уважаемые радиослушатели и телезрители, которые сейчас находятся вместе с нами, мы продолжаем нашу передачу в рамках программы «Конституция и мы». Сегодня мы обсуждаем вопросы реализации концовных принципов в сфере местного самоуправления. И у нас в гостях Альберт Никандрович Семенов, председатель Якутской городской думы. Альберт Никандрович, ну вот, будем говорить так, если вспомнить нашего главного духовного лидера, Алексея Кулаковского, который в своем письме в адресе якутской интеллигенции говорил о том, что большоносы и нучи для нас намного роднее, чем китайцы, японцы, и всегда мы должны держать свой путь с Россией. Ну и я думаю, что подтверждением всему этому является то, что в 2032 году мы вместе с вами будем отмечать уже 400-летие вхождения Якутии в состав Великого Российского государства. В этом году город отмечал 390-летие, и одна очень важная и значимая дата – это 200-летие Якутской городской думы. Хотелось бы вас спросить, как прошли эти мероприятия, насколько вы были подготовлены, довольны были результатами, и вообще на перспективу, как будет идти подготовительная работа к 400-летию нашего братского союза? Да, Алексей Николаевич, вы действительно правы. Мы живем в многонациональной дружной семье под названием «Россия». У нас проживает больше 150 национальностей, поэтому в этом наша сила. Что касается нашего юбилея, 200-летия, то действительно, позапрошлым году глава республики Ясений Сергеевич Николаев подписал указ о проведении юбилейных мероприятий, об организации проведения юбилейных мероприятий, посвященных 200-летию первого представительного органа Якутской городской думы. У нас был создан, согласно указу, оргкомитет. Возглавил его первый заместитель и представитель правительства республики Саха-Якутия Дмитрий Дмитриевич Садовников. Мы проводили на регулярной основе заседание этого оргкомитета, ставили перед собой планы, задачи, которые мы практически все выполнили. План состоял из 37 пунктов. Про весь план, конечно, я не успею рассказать, но если говорить об основных моментах, то мы выпустили книгу к 200-летию первого представителя органа, сняли документальный фильм, посвященный нашему юбилею. Проводятся разные мероприятия, в том числе конкурсы среди средств массовой информации. Была открыта экспозиция в музее города Якутска, посвященная тоже к этой дате. Проводятся другие конкурсы. Буквально на прошлой неделе у нас прошел конкурс профессионального мастерства среди рабочих профессий. Это для поднятия престижного имиджа рабочих профессий. Прошел, можно сказать, на ура. Сейчас у нас подводятся итоги конкурса правовых инициатив. Также у нас наш перечень состоит из многих пунктов. Можно сказать, на 97% мы его выполнили. Остались незначительные штрихи, которые мы, я думаю, до конца года завершим. Что касается юбилея города, да, действительно, 390 лет – это серьезный возраст. Вы знаете, что в прошлом году на осенней сессии Осин Сергеевич Николаев подписал указ о социально-экономическом развитии города Якутска до 2032 года, где поставил нам очень большую задачу, которую нам предстоит выполнить в ближайшие 10 лет, чтобы наш город Якутск стал лучшим городом в мире на вечной межзлоте. Задача действительно большая, амбициозная. Но я думаю, что город Якутск к этому готов. Ну и мы, со своей стороны, сделаем все, чтобы осуществить эту большую задачу. Ну, конечно, вот я видел книгу, вы мне подарили. Это очень хорошая, качественная и, самое главное, глубокосодержательная книга, начиная с реформы Михаила Михайловича Спиранского, как вся эта работа проводилась. Действительно, история города состоит из разных интересных событий. И я думаю, что 200-летие Якутской городской думы – это очень значимая дата. И вот в рамках торжественного заседания, когда вы чествовали тех людей, которые стояли у руля города Якутска в разные городы, в том числе и в советский период, я помню, как Коркин Юрий Семенович очень так активно выступал, говорил, как советский год, город развивался. Ну и сегодня, конечно, вот я с большим удовольствием, когда езжу по улицам города, вижу, везде у нас краны, везде идёт строительство, социальных объектов, жилища. И, конечно, это очень хорошие программы. Ну и вот, будем говорить, по проспекту Ленина у нас большая реконструкция прошла. Вот как вы оцениваете эти события, эту работу большую, многоплановую? Ну, если говорить по проспекту Ленина, то реконструкция ещё не завершена. Она завершится только в следующем году, она продолжается. Значит, в рамках национального проекта БКД «Безопасные качественные автомобильные дороги». Ну, наверное, здесь, наверное, следует остановиться поподробнее. Дело в том, что мы каждый год, начиная с 2019 года, уделяли по 500 миллионов рублей из городского бюджета. Республиканский бюджет выделял тоже 500 миллионов рублей в 2019-2020 году. Федеральное финансирование мы получали в размере 496 миллионов. То есть полтора миллиарда каждый год в 2019-2020 году уходило только на дороги. Такого город Якутск никогда не видел. После этого почти по 3 миллиарда мы выделяем с разных бюджетов, выделяются на эти цели, значит, получается, в 2021-м и в этом году. Таких денег тоже город никогда не видел. И вот вы правильно говорите, что ощущаете уже как автолюбитель на себе, что у нас реконструируются и строятся, ремонтируются новые дороги. И благодаря этой программе мы как раз занимаемся и проспектом Ленина. Сейчас идет приемка у других улиц нашего города, где наши коллеги и депутаты тоже принимают активное участие. И, конечно же, благодаря нашей совместной работе ведутся такие полномасштабные работы. И это очень хорошо, что уделяется руководствам республики большое внимание развитию города Якутска. Ну вот смотрите, стратегия социально-экономического развития республики Саха-Якутия на период до 2032 года, целевым видением до 2050 года, это стратегический документ, инициированный главой республики Айсен Сергеевичем Николаевым, поддержанный госсобранием Милтумэ, но это принят в виде закона. И вот, как вы отметили, глава республики подписал отдельный указ о развитии города Якутска. И, конечно же, поставлены очень серьезные задачи. И вот в реализации данного большого значимого документа какие будут работы проводиться? Ну, крупными мазками для того, чтобы ознакомить якутян? Ну, это по всем направлениям, начиная от тех же национальных проектов, строительства социальных объектов, школ, детских садов, культурных объектов, общественных пространств. Сейчас очень большое внимание уделяется городской комфортной среде. В последнее время, благодаря в том числе дальневосточной программе «Тысяча дворов», у нас каждый год, можно сказать, будет реконструироваться и вводиться в строй новые спортивные детские площадки, дворовые территории. Нынче мы ввели 75 таких объектов. И, соответственно, каждый год есть желание увеличивать финансирование и число объектов. Вы знаете, что у нас идет пока трехлетка благоустройства на территории города Якутска. Есть программа Ильдархана, главы республики, в части благоустройства внутридворовых площадок. И, конечно же, все вместе это даст такой синергетический эффект, что мы как раз-таки к концу десятилетки мы должны увидеть город Якутск уже другим, преобразованным. Вы знаете, что на республиканские деньги строится тоже очень большое количество объектов. И, конечно же, все это делается в столице республики. Это не может не радовать. Планы действительно грандиозные. И благодаря вот этому строительству, вводу в строй новых объектов, реконструкции, в том числе систем теплоснабжения, газоснабжения, наш город ожидает, скажем так, светлое будущее. Ну вот вчера мы проводили общее собрание Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России. И я хочу отметить, что в своем докладе упомянул, что у нас очень плотное взаимодействие с администрацией города Якутска, в том числе по оказанию бесплатных юридических услуг для того, чтобы население было информировано, получало ответы на свои вопросы. Ну вот, Евгений Николаевич Григорьев, наш мэр города Якутска, каковы основные вопросы взаимодействия между городской администрацией и городской думой? Как вы это оцениваете? Ну, с главой города мы находимся в постоянном контакте. Нами решаются все большие вопросы, связанные с экономикой города, с бюджетом города, социально-экономическим развитием. Мы перед каждой сессией Якутско-городской думы встречаемся, обсуждаем предложения, замечания, ставим перед собой планы, решаем вопросы, которые ставят наши депутаты. Депутатам эти вопросы ставят их избиратели. Поэтому мы находимся в таком плотном контакте, что нам это необходимо делать. Только вот благодаря такому взаимодействию мы можем получить такой хороший эффект и надеемся, что так и будет продолжаться. Ну, ваши пожелания в адрес якутян, в адрес горожан, пожалуйста. Ну, нынче у нас, как вы сказали, год юбилейный, столетие нашей республики. 390 лет исполнилось нашему городу, 200-летие первым представителем органа Якутско-городской думы, 25 лет из Эхо-Ланхо, но очень много юбилейных дат. И в этот юбилейный год, конечно же, хотелось бы пожелать всем якутянам здоровья, счастья, хорошего, несмотря ни на что, хорошего настроения. Ну и, конечно же, хочется пожелать всем победы. Спасибо вам. Спасибо за участие в нашей передаче. Желаю вам всяких успехов. Спасибо.